Брестские пограничники, находясь на главных направлениях гуманитарного и экономического сотрудничества между странами Евросоюза и СНГ, стремятся высоко удерживать уровень профессионализма, соответствовать самым высоким международным требованиям во главе службы обеспечения безопасности государственных границ и решения целого ряда других серьезных и ответственных задач в зоне ответственности 16 застав, более 350 километров границ Украины и Польши. Пропуск граждан осуществляется в 11 международных пунктах пропуска и 6 межгосударственных. В дело чести каждого пограничника быть надежными стражами неприкосновенности границ, и они доказывают это конкретными результатами. Здесь наиболее сплоченный коллектив, здесь я хочу сказать, что наиболее тесная связь с населением. Люди уже воспитаны не только в последнее время, а за все это время существования государственной границы, и здесь пограничники живут одной семьей. Поэтому здесь действительно есть такая сплоченность и, будем говорить, надежность в защите рубежей нашей Родины. По итогам оперативно-служебной деятельности за 2013 год Брестская пограничная группа в системе органов пограничной службы заняла второе место. Второе не первое, поэтому еще раз подчеркиваю, есть куда стремиться. И тот состав профессиональный, то морально-психологическое состояние, которое у Брестских пограничников присутствует, говорит о том, что мы выполним все задачи, которые перед нами ставятся. Выступая перед собравшимися, на торжественном вечере глава региона Константин Сумар подчеркнул, что пограничники – гордость страны. И если в Беларуси все спокойно, это значит лишь одно – на границе люди делают свое дело. А потому руководители областной, городской и районной вертикали часто бывают на заставах и в отделениях пограничного контроля, оказывают всемирную помощь в решении задач оперативно-служебной деятельности, заботятся о быте пограничников совместными усилиями, обустроен целый ряд подразделений границы, и сотрудничество продолжается. О значимости и о знаковости службы защитников границ говорил каждый из руководителей, поднимавшихся на сцену, чтобы поблагодарить и поощрить юбиляров. На границах работают, живут очень высокопрофессиональные люди, которые беззаветно преданы своей стране и которые делают все для того, чтобы мы спали спокойно. А для этого, конечно же, и власть делает все возможное, чтобы было более комфортно им служить на той или иной заставе. Мы в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы создавать определенные условия. Поэтому здесь трудно переоценить, во-первых, роль наших пограничников, и трудно оценить, насколько мы много уже сделали или мало. Идет жизнь, все это развивается, поэтому все время мы должны в какой-то степени вместе работать и оказывать определенную помощь в обустройстве нашей границы, в быту наших пограничников. Белорусская граница – единственный рубеж пограничной безопасности и фильтр транзитных и миграционных потоков от Лиссабона до Курилл. Фактически наша граница – это союзный рубеж в прямом и переносном смысле слова. А потому пограничные заставы и отделение пограничного контроля постоянно модернизируются и совершенствуются. Строятся новые, современные. Реализуются многочисленные международные проекты по усилению управления границей. Их реализация направлена на борьбу с трансграничной преступностью, терроризмом, наркотрафиком и торговлей людьми. Перед пограничниками стоят две задачи. Первая и главная задача – это чтобы все люди, не только граждане Республики Беларусь, пересекали государственную границу, чувствуя себя, ну если в идеале, комфортно. Другая задача, которая стоит, что при этом мы не должны пропустить через границу различного рода нелегалов, я не буду говорить, там оружие, боеприпасы, наркотики и все остальное. Вы видите, эти две задачи как бы взаимоисключают друг друга, так вот в том и мастерство состоит, чтобы основная масса порядочных людей, которые пересекают границу и которым мы рады, год гостеприимства сейчас и так далее, не чувствовала работу вот по второй задаче. Вот это идеальный вариант и к чему мы должны стремиться. Вся пограничная служба именно на заставе весьма тяжелая, потому что мы несем службу круглосуточно. У нас нет такого, что мы сейчас несем службу, потом не несем. Мы круглые сутки находимся на защите нашей родной границы. Мы рады вам на нашем берегу, говорят пересекающим границу в каждом отделении пограничного контроля. Пограничники-контролеры первыми встречают и последними провожают гостей Белоруссии. Через них проходят тысячи людей, к каждому индивидуальный подход. Только пункт пропуска Варшавский мост за сутки пересекает порядка четырех тысяч автомобилей. Для сравнения, в 1957 году через этот кордон прошло всего семь авто. В автодорожном пункте пропуска в Рест в течение года практически не бывает спокойных смен. Фактическая пропускная способность постоянно, каждую смену, превышает пропускную в полтора-два раза. Поэтому уложится очень большая нагрузка на сотрудников отделения пограничного контроля Варшавский мост. Про сотрудников отделения пограничного контроля Варшавский мост хочется сказать, что это профессионалы своего дела, стараются сделать все для надежной охраны государственной границы и постоянно занимают призовые места по результатам оперативно-служебной деятельности в Краснодоменной Брестской пограничной группе. Так уж сложилось, что слова Брещина и ворота государства – понятия неразделимые. Представить себе город над Богом без людей в фуражках зеленой тулии просто невозможно. Форму пограничника носят военнослужащие с гордо поднятой головой, поскольку Брестская погрангруппа – одна из лучших в стране. Пограничники – щит нашего Отечества. Богатырями их называет народ, доверяя и надеясь на них. Хотелось бы, чтобы этот мир, спокойствие, который они хранят у нас на поступках к нашей стране, чтобы оно было в этих семьях, чтобы была радость, чтобы было комфортно, самое главное, чтобы было здоровье. И чтобы долгие-долгие годы жили те, кто сейчас здравствует, и то подрастающие поколения тоже, чтобы проживали минимум сотни лет. С праздником! Продолжение следует...